Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Смотрите, завидуйте, я гражданин, у меня есть электронная карта. Да, именно такими словами закончился бы знаменитый стих о паспорте Владимира Маяковского, если бы он родился в 21 веке. Про ОЭК мы заговорили не случайно, в Тюменской области 29 тюменцев уже получили такие документы. Алексей Козлов с подробностями. Вот они, первые электронные карты. В этом сейфе сейчас их 29. На всех, кто сегодня придет для получения. Анастасия Извездкина стала обладательницей самой первой карты в регионе. Оттачивает на бумаге подпись, чтобы электронная тоже получилась красивой. Ведь во время написания линий не видно. Мы все выручаем как первому получившему у нас электронную карту заявителю. Электронными госуслугами девушка пользоваться уже умеет. Какая будет следующая, пока не знает. Но получит она ее точно с помощью карты. Точно не скажу. Возможно, это будет по госуслугам какая-то услуга. Возможно, у меня вот кончается загранпаспорт. Наверное, я все-таки получу. 74-летний пенсионер Анатолий Митрофанов воспользуется госуслугами впервые. Идея единой карты ему понравилась. Прочитал в газете, там, значит, заменяет она. Даже потом паспорт может заменить. Заменяет страховое свидетельство пенсионное. И все же паспорт карта заменяет лишь частично. Например, подать документы через интернет можно. Но носить карту вместо паспорта пока не получится. Это отдаленное будущее. Все идет к тому, чтобы более удобно это сделать. Более удобно это когда все там на одном носителе. Да, вам не нужно постоянно с этими документами что-то забыл, что-то не взял. Но пока на сегодняшний день это просто альтернативный носитель. Ключ, позволяющий вам совершать действия в интернет-пространстве. Не успела электронная карта гражданина войти в жизнь. Про нее уже появилось несколько мифов. Связанные с опасением, что злоумышленники смогут завладеть информацией о личных данных гражданина. Ну, от банковских счетов и недвижимости до ИНН и СНИЛС. На самом же деле, вся эта информация уже давно хранится в электронных базах данных различных ведомств. Карта лишь носитель электронной подписи, воспользоваться которой можно, лишь зная секретный код. Сегодня карты получили почти три десятка человек. Всего в этом году их вручат десяти тысячам. Алексей Козлов, Владимир Кондратьев, Сибинфорумбюро.